всем привет и в этом видео хочу рассказать о том как протекает жизнь удава от кормления до кормления вот вчера его покормил переводили мы с голыша на опушенка удава он поел плотненько так и вот первые сутки прошли принципе удав без движения вчера он лежал на коврике здесь грелся и сегодня с утра коврика ему на ночь не отключал сегодня с утра он переполз подальше охлаждается уже прохладной зоне и так он можно сказать сутки ведет себя пассивно открывать сегодня не буду контейнер не хочу его тревожить что ж завтра посмотрим что изменится его поведение и так прошли уже двое суток поставка покормили пушенком нашего удава и вот что мы наблюдаем принципе вчера никаких движений не было лежал на одном месте все время к вечеру залез в домик когда я отключил коврик вчера включил ковриком и на ночь ей и она провела ночь в домике сейчас торчит одна голова сегодня его включил уже утром и примерно минут через 40 это предполагаю кокосе станет жарко и она выползет пока никакой активности милу не проявляет вторые сутки после кормления пушенком продолжается и принципе удав лежит без движения с утра я записывал видео он был еще в домике потом я включил коврик и вот он домик нагрелся там становится довольно таки душно тепло и удав вылез в прохладное место температуру сейчас если будет видно районе 33 градусов и что дав уже стал потоньше похудел немножко если можно так выразиться по сравнению со вчерашним днем но активности он еще никакой не проявляет так утра третьего дня змея неподвижном состоянии с домика чуть-чуть высунула мордочку свою и сейчас и опять и на ночь отключил коврик сейчас отключил включил и по мере прогревания кокоса она будет выползать скорее всего и так прошло уже трое суток с того момента как мы покормили лилу опушенком в принципе активности пока никакой особо незаметно сегодня я уже на руки брал поменяли воду сейчас она прохладной зоне вечер третьих суток покормила я змею воскресенье сегодня уже среда заканчивается и принципе сегодня день тоже прошел без движения змея пролежала в этом углу вторую половину дня первая половина она прогревалась в этой стороне на коврике сейчас я открыл садок завтра продолжим съемку посмотрим как она себя будет вести на четвертый день прошло уже четверо суток а с момента как я покормил удава опушенком и ничего пока не меняется лежит он себе спокойно никакой активности не проявляет ночевал он в домике сегодня ночью было прохладно с утра включил ковер и он видимо стало душно в кокосе переполз отсюда что уж посмотрим когда он начнет когда змея начнет активничать значит что она уже проголодалась четвертые сутки поставка поела змея и решил ее выпустить чуть погулять на руках подержать принципе она уже туловище и такое толстая опушенок переварился змея себя чувствует прекрасно ползает но в террариуме она еще активности какой-то большой не проявляет обычно после того как она проголодается она начинает активно ползать по террариуму то есть как-то уже просыпается показывать всем своим видом что пора ее что ее пора покормить то есть она уже ищет себе корм вот так интересно красиво извивается на всем телом как руками хватается и держится но вот сейчас змея остановилась и принципе в таком положении она может очень долго находиться удобно позу себе нашла и может так час и больше пролежать запросто так вот уже пятница кормил ее лилу получается воскресенье с утра опушенком никакой активности до сих пор она не проявляет то есть еще пока не голодная лежит себе в этом уголку прохладном на ночь она переползает домик следим что будет дальше когда же змея начнет проголодается начнет проявлять активность свою вот уже суббота почти неделя прошла с момента когда я кормил змею опушенком никаких движений пока нет активности нет змея все время проводит примерно в таком положении то есть есть она еще принципе не хочет пока вот это на этом все вот уже неделя подходит концу прошлое воскресенье получается я кормил переводил на опушенка свою змею и сегодня я решил дать своих оставшихся двух галышей sky до кормить уже сразу 2 принципе еще прошло 7 дней но активности особо не наблюдается не особо не ползать нигде так начнем сейчас пойдет 1 галыш сейчас поднесу и сразу будет понятно голодная или нет а вот заметила все таки наружу проголодалась чувствует сейчас надо схватить есть Первый есть, но как-то она не очень уверена, если это сделала, даже не стала его дышить. Ладно, сейчас посмотрим, что будет дальше. Душить она его почему-то не стала, просто схватила и начала есть. Может поняла, что мы её всё время обманывали и давали уже мёртвых мышат. Кто знает, притом она как-то просто насаживается на него сама, очень дленивая змея какая-то. Итак, один в принципе уже почти проглочен. Лилуха справляется с ним без каких-то особых трудностей. И сейчас посмотрим, будем второго давать. Как-то пройдёт, покажем. Так, и пробуем дать второго голыша. Сейчас посмотрим, согласится ли она на второго. Чуть-чуть её подразнить. И вот, пришлось чуть-чуть её, конечно, подразнить. И всё-таки она хватает его. Сейчас посмотрим, как она будет справляться с этим, с вторым голышом. И всё. Ну, скручивает, убивает. Ну, вот и всё. Она его как бы задушила и начала есть. Ну, с этим она тоже быстро справится. Ну, и всё. Лилушка справилась с задачей. Теперь посмотрим на неделю ещё что будет. Через недельку как она будет себя вести. Ладно. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok